Суперпупермега А также с нами сегодня единственная в мире группа, которая добралась из оркестровой ямы прямо на сцену, группа «Джанко и Бразер!» Добрый вечер! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на старых, но всегда молодых, добрых и очень хороших шутках. Олимпиада в Пекине кончилась. Смотреть по телевизору больше нечего. И тут мы подсуетились. Мы решили подхватить эстафету Пекины и наши юмористические бои без правил провести по олимпийской системе на вылет. Проигравшие будут с позором изгнаны из шоу-бизнеса и отправлены в экспедицию на Марс к Жанне Агузаровой. А команда победитель, наоборот, поедет в следующую Олимпиаду в Лондон, где в суперфинале встретится с Романом Абрамовичем. Там больше никого нет. Мне нравится в целом идея. Единственное, мне не нравится подхватить эстафету. Подхватить можно грипп или еще чего похуже. А вот эстафету можно принять. А, я поняла. А чтобы принять эстафету, нам нужно сначала провести отборочный цикл боев, чтобы определить, кто вообще будет участвовать у нас в программе. И как мы это сделаем? Ну, мы позовем людей, которым делать нечего. Пусть участвуют. Правильно. Правильно? Правильно. А зрители пусть проголосуют в интернете. Нет, нет, нет. СМСками. Ага. Да ладно. Ну, Алексей, ну что вы какой-то, блин, непродвинутый. В интернете все бесплатно, понимаете? Да. А СМСки надо платить. Мы заработаем кучу денег. И что мы будем с одними делать? Действительно. Поссорим все опять. Вот. Так что голосуйте в интернете. Наш сайт www.sts-tv.ru Фантастика, Михаил. Да. Сейчас он появится на лбу, у Михаила будет написано. Ненадолго. Ну что ж, можно начинать. Итак, сегодня у нас играют в красном углу ринга команда в составе Наталья Громушкина, Игорь Верник и Татьяна Плотникова. Спасибо. Можно пока занять место в красном углу ринга. Повезло уже, вот Вернику наконец-то. Господи, боже мой. Наконец-то, да. Девушкам не повезло. Это да. Наконец-то. Ну что ж, а в синем углу нашего ринга команда в составе Иракли, Перцхалава, Татьяна Геворкян и Вахтанг Каландадзе. Прошу вас занять место в синем углу ринга. Ну что ж, прежде чем начать, нам осталось выполнить небольшую, буквально маленькую формальность. Придумать название команды. Все уже придумано, Михаил. По нашей старой традиции, которая не изменилась за время отпуска, мы просто берем первые буквы фамилии, имен и там, чего попадается, и складываем. Команда Натальи Громушкиной, Плотниковой и Игоря Верника будет называться Наталья плотно грохнула Игоря веником по макушке. Длинновато немножко, да? Есть другой вариант. У Игоря Верника завелись громадные мушки. Нет, это вообще как-то неприлично. Не дай бог, господи, боже мой. Откуда ты так много обо мне знаешь? Это только название команды, Игорь. Я еще ничего не знаю. А команда Геваркян, Каландадзе и Перцхлава называется... О, господи. Кровяная колбаса на халяву. Не очень так-то. И второе название для этой команды, Говорящие задом наперед. Не знаю, почему такое название. Я тоже не знаю. А, вот почему. Ну, давайте спросим у команд, может быть, у них есть свой вариант. Действительно. Игорек, давай. Игорек, давай. Давай, Игорек. Давай, Игорек. У нас 20 версий. Что так мало? Обычно ты говоришь больше. Скромность. Это для начала. Первая версия у нас такая, действительно, связанная с нашими фамилиями. Это Громверплот. То есть... Это какая-то общепитовская организация? Отчасти, но это громкие, верные, плотные. Прекрасно. А мне даже нравится не сокращенно. Громкие, верные, плотные. Это олимпийский девиз какой-то прям. Ну, это такая, да, это к 14-му году. Громче, вернее, плотнее. Вот так. Громче. Или, или... Версия вторая. Так. Голь и вуд. Давай к 20-й сразу. 20-е, вуд и голь. Голь и вуд, ну, нужно разобраться. Голь и вуд, пожалуйста, мы разберемся. Вуд по-английски ведь это дерево. Вуд это будет, нет. Дерево-лес, лес имеется в виду. Вуд. Нет, подожди. Вуд это... Вуд you be so kind. Это будущая форма. Вуд you be... Это будет, так сказать. Не просто так. Вуд. То есть, голь будет. То есть, обнаженные сердца. Может быть, так будет гольно. Нет, нет, голь будет. То есть, так сказать, голь идет к вам. С открытым сердцем. Давайте обратно ко второму варианту. Ну, тогда вуд и голь. Может быть, все-таки остановимся на... Берите громкие, верные, плотные. Берем. Хорошо. Берем. Так, что там у нас на синем диване? Как у нас дела на синем диване, спрашиваю, Ираклий. Слышите меня, Ираклий? У нас на синем диване, так как коктейль состоит из двух грузинов и одной прекрасной армянки, у нас есть вариант Джорджо Армани, так как все-таки грузины и армяне. Армяне, отлично. Прекрасно. Тут альтернатив у нас нет. У нас один, но золотой вариант. Прекрасный. Прекрасный вариант. Вам нравится. Мне тоже. Итак, бой между командами громкий, верный и плотный. И командой Джорджо Армяне объявляется открытым. Итак, по олимпийской традиции, табличку с номером первого раунда должна нести самая спортивная, красивая и комсомолистая девушка в зале. Татьяна, это вы. Но сегодня... Сегодня необычный день, друзья. У кого? Вот уже неделю мы в Петербурге празднуем победу Зенита. Я должен был быть сейчас на Невском, среди пьяной, орущей толпы. А я здесь, среди пьяной, орущей толпы. А не на Невском. Но частичку нашего победоносного знамени я приготовил тебе, Татьяна. Раз, два, три. Зенитушка, дави. Раз, два, три. Раз, два, три. Оле, 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 оле. Манчестер, зенит, чемпион. Итак, Татьяна, на тебя смотрит, может быть, даже Оржаин. Я не смогу идти, пусть посмотрит кто-нибудь другой. Хорошо, и погребняк на тебя смотрит. Они сейчас на втором этаже автобуса, без крыши, несутся по Невскому проспекту, держа в руках суперкубок. И разорванную тушу Кристиана Роналда. Итак... Пронос таблички я посвящаю победе команды «Зенит». Итак, внимание. Первый раунд. Ура! Прекрасно! Ура! Как хорошо было бы под такую музыку играть в футбол. Итак, в этом сезоне мы решили максимально усложнить правила «Да». По-моему, голос хороший, да? Для этого мы будем широко применять инновационные технологии, а также трейдинг и инжиниринг. Так решили наши продюсеры. И первый наш инновационный проект сейчас предстанет перед вашими изумлёнными лицами. Наш скоростной суперлифт буквально за 5-10 минут поднимет с первого этажа к нам сюда на второй этаж вот это. На первый взгляд это кресло напоминает то, что вы уже видели. Но это на первый взгляд люди, которые пробовали это кресло в этом варианте, к сожалению, больше не участвуют в нашей программе. Я немножко расскажу об истории возникновения этого прибора. Впервые учёные новосибирского Академгородка Руслан Великохатный и Александр Садыков научились аккумулировать энергию плохих российских дорог. Этот аккумулятор устанавливается в багажнике любой машины. И когда вы едете по российским колдобинам и выиным, он собирает их энергию тряски. Потом, когда вы выезжаете на хорошую дорогу, где-нибудь в Польше, он начинает эту энергию отдавать. И вас начинает трясти и колбасить уже на хорошей дороге, так же, как и на плохой. Это наш, так сказать, подарок российским автолюбителям. Чтобы не ездили за границу. Просто так. Ну, именно. Помнили о родине. Обычно мы бросаем жеребий, прежде чем начать, так сказать. Но сегодня мы решили вместо жеребия бросить курить. Кто-нибудь сильно курящий есть в зале? Есть? В принципе, если сесть на это кресло, то отобьёт охоту не только курить, но и вообще что-либо делать в жизни. Итак, правила нашего конкурса очень простые. О них буквально два слова. Вы увидите слова, которые должны будете объяснить своим не сильно хорошо выглядящим товарищам. Нет, правильно, правильно, правильно. Да? Итак, кто начнёт? Я предлагаю, пусть начинает молодость. Конечно. А опыт он и так всё знает уже. Итак, команда Джиорджио Армяне, пожалуйста. Иракли, не волнуйся, я видела, они к розетке не подключили. Да, мы не подключили к розетке. Этот прибор работает на аккумуляторе. Можно я задам Иракли вопрос перед тем, как мы с ним простимся? Может быть, даже мы предоставим ему слово? Иракли, скажи, пожалуйста, ты сколько «Ж» переносишь? За раз в день. Всё зависит от, во-первых, места дислокации. А где «Ж» у тебя дислоцируется? Вот на этом месте моё «Ж» никогда не дислоцируешь. «Ж» переносишь. Итак, Иракли, ещё раз внимание. Вот, Иракли, вот на этом экране за синим диваном будут появляться слова, значения которых вы пытаетесь объяснить своим товарищам. Вы смотрите на Иракли и ни в коем случае не смотрите на экран. Я буду следить за вами. Итак, внимание, на всё про всё у вас 2 минуты 30 секунд. Давайте приведём кресло в исходное положение. Иракли, внимание, сейчас. Приготовились. Давай, Иракли. Поехали. Ехали. Понимаете, какая штука. 33 их в русском. И подожди. Буква. И ещё варианты. Алфавит. Ещё. Коровы, 33 коров. На букву... Зубы. А? Говорите быстрее варианты, я не могу, я занят. Ты объясняй больше, что это такое? Для детей книжечка. Букварь. Букварь, прошу, следующее слово. Рыба, первая буква. Неужели это так сложно? Рыба, первая буква. Р. Правильно, букварь. Букварь, следующее слово. Я не знаю значения этого слова в этом состоянии. Это то, что у меня сейчас нету, потому что она у меня очень активная. Щупа. Ещё, ещё варианты. Говори, говори. Короче, то, что ты делаешь во время жизни и... Однокоренное слово было использовано. Следующее слово. Ныряет в крещение. Куда? Правильно. Следующее слово. Браво. Всё. Так, я не знаю, как это объяснить. Полыня. Отлично. Да, это такое слово. Угадали, молодцы. Следующее слово. Ребята, о чём вы говорите? Химия, физика не мой конёк вообще. Я же такой маленький, короче, такой совсем... Ну, это такой... Молекула. Муравей. Ещё, типа того. Насекомое? Атом, ядро. Молекула. Что у тебя в руках, это... Сферматозует. Малыш, надо мыть чаще руки. Чем ты занимался съёмок? Что у тебя в руках, говорю? Микрофон. И то же самое такое, маленькое... Микрофончик. Шучок, шучок. Ну, типа атома, ну, типа микрофона, смесь. Наушники. Это был микрон, чуваки, вы не угадали. Микрон. Следующее слово. Чё-нибудь попроще не... О! Ещё девятый секунд, давай-давай-давай. Давай-давай, Раппи. Как это объяснить? Это была соковыка. Следующее слово, ну... И? Это я тоже никогда не делал. Короче, это жир удаляет, быстро. Жир удаляет, жир удаляет, жир удаляет. Я нововодитель. Браво, Раппи! Раппи, Берсал! Я хочу находиться теперь в этом состоянии. Я привык. Можно теперь я так всю программу буду? Этот брейк-дэнс мне... Спасибо. Вот это правильно. Ну что ж, Раппи великолепно выглядел. На смену ему спешит представитель команды плотный, верный и громкий. Плотный, верный и громкий я. Это Игорь Верник. Прошу вас. Игорь, садитесь, пожалуйста. Но, Игорь, ваши слова, напоминаю вам, будут находиться вот на том экране. Дело в том, что я являюсь последователем метода Ираклия, поэтому я буду называть просто слова. Итак, 2 минуты 30 секунд свободного полёта Игоря Верника. Поехали! Держись руками и ногами, Игорь. Поехали! Поехали! Где я сейчас нахожусь? Кресло! Только бабушки любят сидеть в этом... Лавочка! Нет, но они любят раскачиваться. Кресло-каталка! Да, браво! Следующее слово! Крено слово, однако рюкзак. Что бы мы хотели устроить с вами, девчонки, прежде чем пошли на сцену? Ну, когда это прекрасно, без всех, но... Сабантуй? Да, но только мы без всего. Голые? Практически. Секс? Да, но более культурно. Любовь? Это всё подразумевается, но... Эротика! Да, но... Место, где это происходит. Спальня! Да, но... Кровать! Моя фамилия начинается на эту букву, а это слово... И это слово начинается на эту букву. Моя фамилия начинается на букву. На ВВВ. И то, что мы будем делать... Тоже на В. Вертеп? Молодец! Супер! Поехали дальше! У меня есть всего лишь одна... Прежде чем я полечу. Жизнь! Спасибо тебе! Выссель! Но это... Шаг! В минуте есть... Секунда! Секунда! Браво! Следующее слово! Так, да... И то же самое у меня есть... Один всего... Момент, нет... Значит... А! Хоккей! В хоккее играют... Настоящие мужчины! Молодцы! Бульки! Да, ну сколько в хоккее? Три! Чего? Молодец! Период! Браво! Следующее слово! А... Ага... Значит... Есть тёща! Есть свекровь! Есть... Она... Тесть, молодец! И есть... Сноха! Как ты это догадался? Я не понимаю! Значит, все свои мысли я записываю не ручкой, а... Карандашом! Карандаш! Отлично! Следующее слово! Ну, непросто... Я записываю их обыкновенным, то есть... Обычность! Нет, нет, подожди! Я говорю сейчас о карандаше! Я говорю только о карандашах! Ты уже сказал слово карандаш! Правильно! Нет, нельзя было его использовать! Почему? Следующее слово! Следующее! Хорошо! Значит, то, что мне нельзя было использовать раньше... Корень! Нет! То, что нельзя использовать... Да! Но какой? Золотой? Его можно послюнявить, и он... Послюнявит! Чернила! Да! Я предлагаю нашему жюри выставить оценки за первый раунд! Я сразу хочу сказать, что жюри сегодня у нас будет ровно в 150 раз неподкупнее и беспристрастнее, чем в прошлом сезоне, потому что сегодня у нас в жюри 15 олимпийских чемпионов, да, должны были бы быть, а так как они получили миллион долларов за победу, то и вообще ничего не нужно больше, понимаете? Это китайский миллион долларов получили за победу? Да, ну вот у нас 15 китайских олимпийских чемпионов. Итак, прошу вас оценки за первый раунд. Спасибо, Иракли! А Иракли просто это его трясет после кресла еще, так что не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Итак, Татьяна, что там у вас получилось? У меня получилось, что со счетом 11-4 в первом, далеко еще не последнем раунде, победила команда Джорджио-Армяне! Татьяна, а вы вот раньше вот так быстро не считали? Раньше у вас на это уходило минут 10, а сейчас всего 8. Это потому, Михаил, что у меня не было энергии вообще. А с тех пор, как я стала пить напиток «Буллет», это простой, эффективный энергетический напиток, у меня появилась энергия. Вот попробуйте и вы, Михаил. С удовольствием. И у вас сразу будете все делать в два раза быстрее. Единственное, что не советую вам пить это на ночь. Итак, сейчас по традиции табличку с номером второго раунда несет обычно представитель проигравшей команды. А я рада. Да, это команда плотных, громких и верных. Прошу вас, прошу. Кто-то один. Сегодня у нас не просто... О, Наталья Громышкина. Громкая. Подходите к нам. Сейчас у нас новая традиция, еще одна. Мы не просто вот так понесете глупо эту табличку. Как я. Как Татья. А мы вам дадим какой-нибудь предмет. А вот какой предмет? Это определить жребий. Жребий. Нам нужен для этого лохотрон. Ой. Внесите лохотрон. Я думала, Наташа должна была взять с собой. Так, Наталья, крутите, вертите. Мы отобрали его на Курском вокзале у трех наперсточников. В 94-м году. И вот он сейчас пригодился. Итак, с его помощью вы выбираете себе предмет, с которым будете носить табличку. Список у нас вот лента, булавы, мяч, скакалка, барабан. Доставайте. Крутите, крутите. Барабан. Барабан. Доставайте номер, Наталья. Можете доставать. Пожалуйста. Номер. Номер 52. Номер 52. Что там у нас? А. Вам выпали очки. Пожалуйста, очки в студию. Отлично. Вам повезло еще, Наталья. Надевайте очки. Вам мог бы выпасть номер 356. Это дохлая крыса на веревочке. Но вы особенно, да, не радуетесь, потому что... Это очки. Минус 24 диоптрии. Да. Наталья. Да. Теперь ты должна взять табличку еще вдобавок в руки. Пожалуйста. Закрыть глаза, чтобы не испортить зрение. Итак. Она меряет, меряет, меряет. Ты вперед, главное, померяй, чтобы не ухнуть. Очень красиво выглядит, Наталья. Ну-ка, посмотри на меня. Ты можешь теперь смело вести программу здоровья. Или самый умный. Внимание, второй раунд. Ничто не может испортить Наталью Громушкину. Спасибо, Наталья. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое. С удовольствием. Я похож на... На вершителя из фильма... Не снимай их никогда. Похож я на робота-вершителя. Нет, ты похож... Из фильма «Отроки во вселенной». Нет? Нет. А на кого я похож? Тебе еще нужно вот так немножко прищуриваться, Миш. Вот так. Нет, ты точно на кого-то похож. Не пойму на кого. На Бориса Бурду я похож? На Бориса Бурду я похожа так? На Бориса Бурду. Ну, прекрасно. Попросил... Может, еще выпить? Попросил у нас поставить его пораньше. Потому что он целое лето не играл в него, понимаете? Он не играл. У него началась страшная ностальгия по этому конкурсу. Ломка. И за это он два месяца уже спит, ест и пьет задом наперед. О-хо! И на машине задом наперед ездит. Как вы догадались, это конкурс АПОЖ. Александр! Да, Михаил! Перестаньте трясти ногой и представьте этот конкурс так, как умеете только вы. Дамы и господа! Лучшее произведение человеческого интеллекта... За последние три года. За последние три минуты. Это конкурс АПОЖ. Итак, прошу. Первыми исполняют песню... Громкие, верные и плотные. А угадывают Джорджио Армяне. Пожалуйста. Кто исполняет песню у вас? Игорь? Впечатление, что вы на Дальнем Востоке смотрите нашу программу. С задержкой в три часа вы... Да у нас все сейчас, все здесь происходит. Мы договорились, мы эту песню поем? Значит, ребята, послушайте песню, которую мы вам загадываем. О! Сейчас, секундочку. Сначала мы лишим слуха. И очки одень, ладно. Леди и джентльмены, Игорь Руэльник. Леди и джентльмены, готовы? Тишина, студия, аппись. Какую песню вы говорите? Теперь я записал вот что Игоря Верника, я поставлю себе на телефон. Пишем? Поехали. Попробуй, а-а-а, попробуй, джага-джага, попробуй, у-у-у, мне это надо-надо, опять же кружится и кружится моя голова. Мой мармеладный. Сейчас, сейчас, давайте еще разок. Давай. Я не мог вспомнить эту песню. Приготовились. Мама, пи. Тишина, студия, пишь. А, а, надо не так. Ага. Поехали? Да. Пишем. Попробуй, у-у-у. Нет, не надо, давай что-то другое попробуем. Давайте сейчас разговаривать. Давай попробуем. Там поется, попробуй, ма-ма. Игорь вышел разговаривать, попробуй, м-м-м. Нет, я не буду. Совершенно давай. Старина. Пишем. Поехали. Попробуй, м-м-м, попробуй. Давайте попробуем кого-нибудь другого. Там очень сложные слова, потом. Давай, Наташка. Ты сможешь спеть? Кто? Попробуй, давай. Попробуем, м-м-м. Попробуем, м-м-м. Игорь. Тихо, тихо, тихо. Смена игрока, видимо, и смена песни. Три, два, один. Пишем. Пчелочка золотая, так что же ты жужжишь? Пчёлочка золотая, так что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Браво! Офигительно! А я понял. А это тоже длинный парень. Игорь загадал песню. А Наташа её отгадала. Я, кстати, очень сильно сомневаюсь, что песня известная. Бахтанка, тут было две песни. Первую мы вам не будем ставить. Она очень длинная. Если хотите, я могу сразу дать подсказку. Не надо. Отбери у неё микрофон, Верник. Пусть сидит. Лучше уже отдай Наташе микрофон. Спой то, что я пел. Итак, Бахтанг, пожалуйста, сейчас мы представим вам вторую песню. Вообще, человеку такому, как Бахтанг, его не все знают. Мы, кстати, тоже сегодня видим его в первый раз. Мы его сегодня ещё знаем. Друзья, вы должны запомнить это имя. Фамилию запомнить труднее. Поэтому запомните просто имя. Просто Вахтанг запомните. Да, просто запомните Вахтанг. Вы ещё услышите его, увидите его. Итак, Вахтанг, в обратном направлении песня звучит вот таким образом. Всё понятно? Это народно-грузинская песня. Народно-грузинская? Да. Шижу-шижу. Отлично просто звучит. Шижу-шижу. Итак, первая часть. Внимательно слушаем. Шижу-шижу. Ещё раз. Шижу-шижу. Пишем. Шижу-шип-шап. Отлично. И сразу вторая часть. Вот она. Ши-ни-мак-вош-ляж-ляж. Ши-ни-мак-вош-ляж-ляж. Пишем. Ш-ни-мак-вош-ляж-ляж. Отлично. Он тренировался. Третья часть. Мгновенно. Есть. Ши-шу-ши-ш-шап. Ши-шу-ш-шап. Пишем. Внимательно повторение первой части. Конечно. Да, это оно есть. Ещё раз. Слушаем внимательно. Приготовились. Вот она. А может сразу две части возьмём. Они тоже повторяются. Итак, внимание. Большая часть. Ши-шу-ш-шап. Анимат-вош-ляж-ляж. Ещё раз. Ши-шу-шап. Пишем. Ши-шу-ш-шап. Сня-ш-ня. Вау, ей. Молодец. Ау-да. Е. Пойдуть дальше пишем. Ши-шу-ши-ш-шап. Ши-шу-ш-шап. Ши-шу-шап. Пишем. Ши-шу-шю-ши-шап. Пристаньте издеваться над человеком. Слушаем. Ши-шу-шап. Ши-шу-шап. Пишем. Отлично. Жизнь с сыночком. Жизнь с сыночком. Да, и предпоследняя часть. Пишем. Браво. И финальная часть длинная. Внимание. А теперь запишем. Пишем. Жизнь с сыночком. Браво. Ой, молодец. Как быстро и как правильно. Ну, надо сказать, Александр, пока вы там переворачиваете песню с Дадом наперед, хотя это не требуется, по-моему. Конечно, Вахтанг готовился, вы правы. Вообще, Вахтанг победитель европейского... Нет. Как это? Ну-ка, скажи. Скажи ты. Он чемпион Европы по битбоксу. Но мне кажется, никто не знает, что такое битбокс. Кто не знает, что такое битбокс? Вахтанг, покажи, что такое битбокс. Покажи, Вахтанг. А как показывают, что такое битбокс? Это битбокс? А, давай сделаем, знаешь как? Ты загадаешь битбокс, а они потом развернут его и... Это будет жесткач. Ну и что такое битбокс? Я оголил. Это драка такая? Я оголил микрофон, сейчас буду делать битбокс. Ты в какой... Битбокс в какой весовой категории? Самый тяжелый, да? Сто и выше. Что это? Это он делает? Это короткая программа, произвольная программа. Покажи, папа же, Вахтанг, это же не это, надо бы еще песню угадать. Понимаете? Я понимаю, что он битбокс, конечно, но... Итак, мы развернули все, что он спел Вахтанг. К сожалению, не сделали мы битбокс там, но я думаю, что он подыграет. Итак, вот как звучит песня в твоем исполнении, которую спела нам команда Верника. Китайские олимпийцы нам помогут. Да. Они узнают эту песню. Еще раз, если можно. Конечно. Слушаем еще раз. Чон-джи-жадайя, чон-джи-жужиш. Чон-джи-жужиш. Чан-чан-джи-жужиш. Чан-чан-джи-жужиш. Ваш так, мы подскажем. Это какая-то... Не грузинско-народная точно. Да. Правильно, да. Это русско-народная. Да. Уже половину песен бросили. Показывайте, давайте, показывайте. Смотри на нас. Песня играет, а смотри на нас. Итак. Ты показываешь пчелочку. А что показываешь? А Иракли продолжает свою методику. Вы не парьтесь, он все равно ничего не понял. Конечно. Он не знает значение этого слова. Я вчера приехал просто из Грузии, я ничего не знаю. Ира, значит, Вахтанг, смотри. Татьяна показывает пчелочку, а Иракли подсказывает жужжание. Золотую, я предлагаю. Да. Итак. А кто-то из нас жужжит. Да. Кто-то из них жужжит. Итак, внимание, поехали. Чон-джи-жайя, чон-джи-жужиш. Чон-джи-жайя, чон-джи-жужи-жужи-ж. Чан-джи-жайя, чон-джи-жужи-ж. Чан-джи-жайя, чон-джи-жу-жи-жу-жи-ж. И что, вы показали, вы считаете очень хорошо, да? Полег пчелы. Понимаете? Пчелочки. Пчелочки. Честно, не знаю. Честно. Ее никто не знал, даже Верник ее не знал. Верник пел другую песню, да правда. Но, как поступить в этой ситуации? Я считаю, что Вахтанг должен угадать мою песню. Я могу ему её прямо сейчас пить, и пусть он попробует догадать. А ты прям задом-наперёд? Это уже ближе. Попробуй, Джага-Джага. Это конечно, это качали-качали. Это да, я знаю, конечно, потому что это более современная тема, я так понимаю. Нет, друзья, я придумал. Это тоже про пчёлочку. Друзья, я придумал. Это про пчёлочковую историю. Бахтанг, у меня есть решение этой проблемы. Я сейчас поставлю песню в оригинале. Не-не-не, мы сейчас с Громышкиной споём её из плотненького. И что? Споём ему в оригинале песню. Давайте. А пониже можно нам чуть-чуть? На тончик. Поехали. Пчёлочка сладая, что ж ты жужишь? Пчёлочка сладая, что ж ты жужжишь-жужишь? Не жаль, жалко мне, что ж ты жужжишь? Не жаль, жалко мне, что ж ты жужжишь? По-протому, Джаке-джаке! Спасибо, Вахтар. Меняем пары. Итак, сейчас исполняем песню Джорджу Армяне. Они исполняют. А представитель команды Плотники Хеверники угадывает. Пожалуйста. Игорь, иди. Игорь, игорь. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь Жужжит? О, пчелочка золотая. О, как поперла. Все, тишина полная. Тишина в студии Ираклий. Поехали. Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк, и все гангстеры спят. Остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Утекай. Браво! Отключите верх. Игорелло. 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 Игорелло, иди, Игорелло. Тебе будет пятый альбом Бориса Моисеева и Горелло. Иди, иди. Иди, иди. Я надеюсь, у тебя немного дел сегодня на вечер. Игорь, мы целиком сейчас поставим песню, но ее всю угадывать не надо. Да, нужно брать последнюю вот с припевчиком. Надо взять последнюю песню. Давайте, ребят, я готов. Итак, слушаем сначала целиком, а потом рубим ее пополам. Итак. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот первая четверть. Смотрите на канале Россия Ури Геллер. Феномен. Кто ж тебя так напугал-то, Иракли? Это ты еще не знаешь, что тебе предстоит делать. Ты сделаешь то же самое, что и он. Итак. Мы искривим вашу судьбу. Значит, есть две части. Грузинский рэп. Игорь, есть две части. Значит, там где... И вторая часть. Какую берем? Не важно, какую, да? Ты знаешь, мне все понравилось. Ладно, давайте возьмем коротенькую часть. Последнюю, последнюю. Нет, она регулирует. Это будет вторая песня, которую я буду знать. Какую часть берем? Которая в оригинале вторая? Да. В оригинале вторая, да? А он две спел, да? Да, да, он несколько песен спел. Как ты, как и я, знаешь. Удивительно мы похожи. Давай. Итак, приготовились. Первая часть. Собственно, она ключевая. Если вы ее правильно произнесете, значит, вы угадаете песню. Я, как ты, что... Я, как ты, что... Пишем. Я, как ты, что... Браво! Все, практически мы угадали. Теперь, собственно, поем музыкальную часть, не информативную. То есть там только есть ля-ля-ля. Итак, внимательно. Я, как ты, что... Я, как ты, что... Внимание, вопрос. Ты что, обалдел? Сколько ла-ла-ла? В этом слове. Ла-ла-ла. Игорь, главное выдержать тот же хронометраж. Нет, так подождите, можно разделить. Давай покороче, конечно. Давай как-то покороче. Давай покороче. Поговорим на кратке. Да, итак, вторая часть коротенькая. Ла-ла-ла-ла-ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Сейчас, подождите. Слушаем еще разочек и сразу же пишем. Вот она. Пишем. Браво! Супер! А вот теперь пошла полезная информация. В песне она была. Внимание, слушаем эту полезную информацию. Почему так долго? Такая песня. Сейчас все змеи заговорены уже. Долго, долго, Саш. Ну как, давайте пополам. Еще раз. Пишем. Ай, молодец! И пишем. Очень хорошо. Спокойно, спокойно. Держим себя в руках. Очередная часть, предпоследняя. Внимательно. Еще раз. Внимание. Еще раз. Внимание. Пишем. Браво! Игорь Верник. И финальная часть. Слушаем ее внимательно. Очень короткая и простая. Теляться. Теляться. Слово телята. Теляться. Теляться. Давай. Теляться. Еще раз. Теляться. Пишем. Теляться. Браво! Игорь Верник это сделал. А что сделал сейчас, Игорь Верник? Отделился. Как-то облегчился, я бы даже сказал. Михаил с Татьяной, подготовьте Игоря. Почву. Почву. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Я могу сказать только одно, что эта песня очень близка к той, которую вы обычно поете. Очень близка. Исполнитель не менее популярен. Не менее. Собственно, что тут говорить, давайте послушаем. Итак, внимание. Вот эта песня в исполнении Игоря Верника. Почти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Утекай. Утекай! Игорь Верник! А пусть поет. А он знает эту песню вообще? Попробуй уестых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Утекай. Давай, утекай. Утекай. Игорь Верни! Все, мы готовы. Я прошу жюри выставить оценки за второй раунд. Прошу вас. Конкурс Апош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гибруэ, 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 гибруэ Destroy Now! Итак, Татьяна Почитали ли вы, посчитали ли Итак, дорогие друзья Во втором раунде со счетом 13-2 победила команда Громкие, верные, плотные И общий счет 17-13 Пользу команды Станца Диана А сейчас мы бы хотели сказать восемь слов. Восемь слов о нашем старом информационном друге. Радио Юмор ФМ. Слушай и отдыхай вместе с хорошим Радио Михайловичем. Кто хочет пронести табличку с номером три? Татьяна, прошу вас. Крутите хохотрон. Руку куда засовывай? Найдите дырочку и засуньте. Пожалуйста. Смотрите. Оп. Похоже на номер комнаты в отеле. Два, три, четыре, пять. Вам повезло жить в небоскребах. Два, три, четыре, пять. Пим-пим. А что это? А что это, Татьяна? А что это? А я отхуду знаю. А, под номером два, три, четыре, пять у нас коробка из-под телевизора, Татьяна. Поздравляем вас. Прекрасно. И, конечно, табличка с раундом номер три. Сейчас я принесу. Пожалуйста, табличка. Коробка из-под телевизора, пожалуйста. Вместе с телевизором вместе. Конечно. Ну, это же... Как вы все унесете, Татьяна? И ведь все информативно должно быть. И красиво, Татьяна. Так, телевизор не видно. Неплохо, нормально. Нормально сейчас. Не портите наш телевизор. Телевизор ламповый, тяжеленный, а как она его крутит? А? Вот это подготовочка. Итак, внимание. Внимание. Внимание, Татьяна. Сейчас пойдет музыка. Итак. Внимание. Третий раунд. Браво! И, кстати, команде Джорджиу Армении достается коробка от телевизора. Итак, мы решили, что в новом сезоне в каждой программе будет хотя бы один, но очень-очень-очень легкий конкурс. Это сделано для того, чтобы наши участники не чувствовали себя полными идиотами. А-а-а. Да. Конкурс называется «Лепи, чё попало». Правила очень простые. На экране появляется картинка. И надо сразу что-то говорить. Желательно более или менее связанно. Кто хочет попробовать себя в разговорном жанре? Я. Ну, давайте. Татьяна Плотникова, прошу. Команда «Громные верные плотные». На экране случайным образом компьютер выберет вам персону, о которой вы должны будете рассказать своими словами. Что хотите, как вы помните о её биографии, жизнедеятельности. Но вы должны обязательно обосновывать в своём рассказе все картинки, которые будут появляться на экране. Какой экран? Любой. А, ну лучше вот тот. Хочу смотреть на своих. Ходата вот этот. А твои какие? Не-не-не-не, подождите. Там ответственность большая. Ну ладно. Татьяна, Татьяна. Да. На экране будет компьютером случайным образом выбрана персона. Внимание на экран. Валерия там. Баска Билан. Вау. Вау, повезло. Билан. Вау. Приготовились, Татьяна. Мы слушаем ваш рассказ. Поехали. Димка Билан, он знает такую вот штуку. Ферзя видел короля. Чёрного взял короля и съел. И вот он у него в горле встал. Он кричит, кричит. Где этот Женя? Женя где? А Жени нету на сцене, понимаете? Почки работают у Жени. Прости, душа, душа. Почки работают с 17 до 19. Без перерыва. Да, и пошёл, значит, он... Кто, Женя или Билан? Билан пошёл и после себя оставил след. По этому следу его вычислили... Враги. Враги. И ну его... Вот это вот, бить там, вот это. Ну его бить. А подождите, это Билан сам себя бьёт? Да. Ну, конечно, он же не хотел оставлять след. Ему же нужно было спрятаться. Ему нужно было спрятаться в кислотном дожде. Ему нужно было в эту чёрную дыру вернуть. Вот в эту? Вот в эту чёрную дыру вернуть. И сказать, что это не очки, это зрачки. И за бредность мне уже пора пить молоко. Кто это говорит? Это говорит Билан. Да? Это говорит Билан. Говорит, хочу к тому дяде в джинсовой рубашке. Ну и дальше. Потому что у него, у дяди, такие длинные зубы. И он этими зубами переживает кризис. Переживает. Переживает, прямо так и переживает. Пережёвывает. Рыбу очень любит. Вообще-то можно сказать, что когда любишь рыбу, просто необходимо знать, что ты ешь. Это и фосфор, и калий, и магний. Весь этот магнит, притягивающийся из недр земли, нужен для того, чтобы зубы работали, как у дяди Медведя. А Билан? Билан тут совсем ни при чём. А жаль. А вот здесь? Ну здесь всё понятно. Так, слушай внимательно. Здесь закат, на котором Дон Кихот. А где Билан? Съел Билана. Ага, наконец-то. И? И вот когда он его съел, помыл сковородку, сел на кресло-качалку и начал пукать. И тут и молния бабахнула. А оно всё, сначала... Молния, а потом пукнет. Логично. И в финале что у нас? А в финале у нас... Встреча Билан с... С... Илвисом Преслим. Браво! Татьяна Плотникова! Татьяна Плотникова! Я перед тем, как вы выступите, сразу хочу сказать... Точнее, надо было сказать это раньше. Что мы никакого отношения к тому, что говорят участники, не имеем. Это то, что говорят они, понимаете? Поэтому, Дмитрий, если вы смотрите нас вместе с Евгением... И с тем мужиком, да. С Дядей Медведем. То вы поймите, мы тут... Мы бы с... Но... А... И... Всегда хорошие шутки на радио Юмор ФМ. Итак, пожалуйста, Татьяна. Татьяна, все то же самое. Сейчас совершенно случайным образом... Совершенно случайным образом... Компьютер выберет персону, о которой вы будете рассказывать на фоне, собственно говоря, совершенно случайно выбранных картинок. Итак, внимание на экран. Смотрим, какую персону выберет нам компьютер. А если я не узнаю? Это же исполнитель песни Джага-Джага Игорь Верник. Итак, Татьяна, вам предстоит рассказ о Игоре. Напоминаю, что каждая картинка, которая появится случайным образом, должна быть как-то связана с вашим рассказом о Игоре. Итак, внимание, поехали. Игорь, прости меня, но я вынуждена всем это рассказать. Когда-то Игорь приехал в Москву на большом оранжевом тракторе. В кузове сидела женщина со странным лицом. Она что-то напевала невнятно. Но Игорь, Игорь стремился работать. Он хотел стать звездой, как Джастин Тимберлейк. И? Но у него уже была зеленая майка, и тогда он купил ко всему этому рояль. Так. Рояль был невзрачный, старенький, потертый. Игорь приделал к нему две педали. Съел энергетический бутерброд. И? И его вставило так, что он позеленел. И моментально появился на голубых экранах наших телевизоров. Тут посыпались кирпичики. Что это такое? Это деньги. Игорь, что это? У тебя это есть? Но Игорь растопырил пальцы и сказал, что звездная болезнь не для меня. Я возьму шоу-бизнес. Вы все будете стоять на коленях. И женщины начали отправлять ему воздушные поцелуи. А Чубайс? Подарил рапета. А Чубайс? А Чубайс даже открутил у себя дома самую главную лампочку, чтобы вручить ее Игорю на день рождения. А Игорь в ответ подарил Чубайсу связку бананов. Потому что бананы тоже энергетическая пища и придают нам силу. А вот и люди, которые собирают бананы, которые потом попадают в Москву на стол к Игорю Вернику. И в заключении... Игорь, но мне кажется, этот макияж тебе не к лицу. Татьяна Геворкёв! Спасибо, Татьяна. Итак, уважаемое жюри, ваши оценки за конкурс видеотост или изложение. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, в третьем раунде со счетом 12-3 победила команда Джорджио Армяне. Теперь общий счет 25-20. Пользу команды Джорджио Армяне! И сейчас Игорь Верник пронесет табличку с номером 4. Прошу вас, Игорь. Он может это делать вечером. Очень нравится крутить что-то круглое. Игорь Верник победитель цирк со звездами. Ну, откройте, Маш, нет? Или так будете вертеть? Да я бы ограничился. Итак. Номер минус 2. О, это где-то... Что у нас минус 2? А минус 2 у нас... Кредитная карточка Михаила Шатца. Михаил, ты взял кредитную карточку с собой? Она всегда со мной. Сейчас прокатаю. Пожалуйста. А? Уровень? 6 за уровень. Вот именно. Это новый бар. Какая карточка, такой уровень. Прошу вас. Внимание. Приготовились. Внимание. Вы размагнитите карту. А что, у него тоже вставные зубы? Конечно. У него там прямо... Он может прорвать. И все деньги отправляются его стоматологу. Это называется металлопрокат. А надо сказать, что все деньги Игорь тратит на него. И он, собственно... Он так и платит стоматологу. Теперь он будет тратить на него еще и твои деньги, Михаил. Итак, внимание. Четвертый раунд. Боже мой. Как Алина Кабаева. Боже мой. Что делает с людьми кредитная карточка? Итак. Наш четвертый конкурс. Это еще один подарок российским автолюбителям. Называется этот подарок. Веселый GPS. Навигатор. Используя эти изобретения величайших ученых новосибирского академгородка Руслана Великогохатного Александра Садыкова, вам не надо торчать в пробках. Вам вообще не надо ездить на машине теперь. Вы можете сидеть дома на диване, попивая пивко и издавая веселые звуки. А ваша жена с завязанными глазами якобы ездит по хорошим дорогам в Финляндии, Праге или куда она захочет. И главное, все это бесплатно и не выходя из дома. Я попрошу нашего лифтера Адама Казимировича Козлевича привести реквизит для нашего внедорожного конкурса. Прошу. Итак, первыми по этой дороге поедут... Громкие, верные и плотные. Они должны прокладывать путь. Поэтому нам нужно два человека. Водитель и навигатор. Прошу. Водитель и навигатор. Видите билетик? Так, звук бороздения космическим кораблем космического пространства. А оно же безвоздушное, там не может быть свиста. Тогда ты... Тогда беззвучно. А? 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 Ну, в нашей базе есть вариант какой-то, мы можем... Нет, ну, может быть, вот так. И все. Или вот так. Вот так хорошо. Вот хорошо так. Сейчас хорошо. Итак, это будет звук вперед. Так. Теперь вы тянете звук налево. Пожалуйста, выбирайте. Любой. Налево. Налево. Звук, издаваемый человеком, которого приняли на работу в Газпром. В лифте. Опа. Опа. Хороший вариант. Это будет налево. Да, это будет налево. Налево, да. Налево. Опа. Теперь направо, пожалуйста, тяните. Первый поцелуй Ирины и Володи на лавочке в парке культуры имени Горького в девятом классе. Как он звучит? Первый поцелуй Ирины и Володи. Я хорошо помню Ирину и совершенно не помню Володю. А вы с кем сначала целовались? Ну вот я удивлен, почему я не помню Володю. Потому что поцелуй его я помню. И так. А его не могу вспомнить совершенно. А звук помните поцелуй Володи? Да, он целовался фантастически. Ну напомните. Это было... Как? Это было так, Михаил. Нет, нет, вы просто... Просто звуком. Просто звуком. Ещё раз. Отлично. Прекрасно, прекрасно. Вот так Володька-то целовался. Это направо. И осталось последней. Назад. Он был такой нежный. Движение назад. Движение назад. Сейчас покой. Да подожди, дай подумай. Ещё один билетик, и это будет движение назад. Где он сейчас, Володя? Я не очень... Давно не месяц. Так. Опа! Чавканье. Чавканье енота-полоскуна при поедании брюссельской капусты. Это будет звук назад. Ну, это как раз... Давайте. Понятно, потому что это... Это почти как Володя целовался. Нет, Володька... А енот-полоскун? А енот-полоскун, это же совершенно другое. Поедая брюссельскую капусту. При поедении брюссельской капусты, это... Отлично. Отлично, прекрасно. Итак, у вас есть звуки, и, пожалуй, начнём. Мы готовы, друзья. У вас три минуты на прохождение этого сложнейшего маршрута. Итак, поехали. Сюда можно идти, да? Идите, идите. Подожди, 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 Игорючек не поднимет. Дальше куда? Опа, заговорила. Опа, короткий или опа длинный? Опа, 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 опа. Что такое? Опа, опа. Так что, опа или что? Опа, опа. Подождите. Опа. Подождём. Молодец. Опа, опа, опа. Как-то очень сексуально. Опа, 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 иди, опа. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Такого звука не было. Прямо так. Нет, давай, девочка. Опа, опа. Всё-таки ещё опа чуть-чуть, да? И жёстко прям так сразу, да? Секундочку. Надо немножечко сейчас вперёд или немножечко назад? Сейчас, сейчас. Пизя, так говори такие слова. Вы что? Надо немножечко... Я сейчас не очень понимаю, о чём ты говоришь. Я никак не могу добра... Время, время идёт. Давай, Игорёчек, давай! Я должен добраться до Володьки. Но! Ну, смелее! Ну, хыть как следует! Хыть! Прямо... Ну, там как... Во! Во! Молодец! А теперь развернись. Разворот. А? А дорогу-то она потеряла у тебя. Володька вспомнил. Давай. Куда ты, Господи? Куда ты, Господи? Куда пошла? Но... Ну... Фу. 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 Куда едешь? Опа. 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 Фу. Фу. Опа. Опа. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Опа-опа. Опа-опа. Ну, в общем, полпути-то прошли их. Прошли. Полапалл. Неплохо. Спасибо. Спасибо Наталье Громышкиной, Игоре Вернику и Володе. Я 15 лет за рулём, но такой маршрут мне был впервые. На смену бегут представители команды Джорджио Армяне. Итак, навигатор Вахтанг, вы будете навигатором. Я навигатор. Итак, первый звук вперёд. Это звук рингтона мобильного телефона Владимира Жириновского. Теперь налево выбираем. Опа! Ага. Опа! Это человек, попавший в лифт в Газпроме. Да-да-да. А здесь смотрите, изумление народа при явлении Христа народу. Направо. Удар током электрика Гаврилова, который не надел резиновые сапоги. И такие волосы у Гаврилова. Да? Нормально? Нет, у Гаврилова проблемы с животом, по-моему. Да? Ну, у каждого свои проблемы, когда ток бьёт. Это же... И назад. Пожалуйста. Назад. Радость барана при строительстве новых ворот в Лужниках. Пожалуйста. Отлично. Ещё раз дайте мне послушать радость этого барана. Отлично. Пожалуйста. Вот вам карта. Ну чё, поехали? Баран очень напоминает аристарха Венеса. Чё, да я так помню, как он говорит. Три минуты на всё про всё. Поехали. Вперёд, вперёд. Это изумление милиционера, да, было? И кошка тоже изумилась немножко. Нужно будет перешагивать назад. Такого звука нету. Барана-обезьян какой-то сейчас был. Молодец. Тебя ударил человек из нашей команды, кстати. Ты куда ведёшь меня, Санин? Так, лес вы уже порушили. Поехали дальше. Давай, давай, молодец. Хорошо, дом, дом, дом. А может по бездорожью ронить? Дом, дом. Всё равно препятствий нет больше. А, это баран, баран, да. Нет. Хотите уже дорушить лес уже, да, окончательно? Это у Михаила сработало сейчас. Сигнализация. Куда? А, хорошо. Хорошо. А, по-моему, вы прокладываете новые трассы уже. Куда? Смеёшься? Барашек. Удивляешься? Это какой-то грузинский навигатор вообще. Это он удивляется просто, когда куда-то подъезжает. Давай, давай, молодец. Хорошо, пошла. Молодец. Куда? Стоп. Стоп. Не упади, господи. Не туда. Саня. Давай, давай. Саня. Прекрасная. Вот это вот. Вы всегда лихачили на дорогах, мы это знаем. Молодцы. Трогай его, не трогай. Татьяна и Вахтар, спасибо большое. Идея. Так, ну что, давайте, садитесь, пожалуйста. Спасибо большое, было великолепно, по-моему. Итак, уважаемые зрители, жюри и зрители тоже, пожалуйста, ваши оценки за конкурс «Весёлый GPS». Спасибо. Татьяна, пожалуйста, огласите результаты четвёртого раунда. Дорогие друзья, в четвёртом, предпоследнем раунде со счётом 9-6 победила команда Джорджи в Армении и общий счёт 34-26 перед пятым финальным раундом. И снова Татьяна. Она сама подошла к хохотрону. Пожалуйста, Татьяна. Да, чё там? Всё равно вам достанется номер... Три. Номер три, Татьяна, что там у нас с номером три? Под номером три у нас ласты для плавания «Суперспорт» стоимостью 350 рублей. Пожалуйста, ласты. Отлично, ласты с каблуками. Впервые вижу такую конструкцию. Итак, внимание. Татьяна на исходную позицию. Прекрасно. Татьяна, прекрасно. А вы знаете, как ходят в ластах? Задом наперёд. Ну, это ласты без каблуков, а если с каблуками, то... Тогда можно передом назад. Итак, внимание. Пятый раунд. Прекрасно, Татьяна. Только не снимается. Они ласты, прирастающие к ногам, к каблукам. Берите эти ласты вам, конечно. Бери это, бери, Таня. Пригодится ещё тебе. Итак, наш пятый конкурс. Песено-танцевальный. Или, проще говоря, вокально-хореографический. Или уже, чтобы совсем дошло и до группы Джанкой Брадерс. Песено-танцевальный. Песено-танцевальный. Особенно. Правила очень просты. Татьяна, пожалуйста. Мы будем спевать песни в разных стилях. И при съёме танцевать, пока сусиды не выключат полицию. Не, не выключат. 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 Выключат, а не выключат. Как же я рад, что группа Джанкой Брадерс приехала к нам не из Румынии. И я. Всё-таки, хоть более-менее как-то понятно. Сусиды и всё же такое. Олександр. Олександр. Что, Михайло? В яких стилях мы будем спевать и танцевать? У разных. У разных. Какой-то первый стиль. Первый стиль. Это стиль Элвису Пресли. Это цигарный украинский спевак. Какой? Цигарный? Цигарный украинский спевак. Так, вот. И уторый стиль. Уторый? Разве уторый? Ну, не важно. Другий. Другий. Шьёрт побери. Другий стиль. Это стиль этот. Ну, який тёту у парки грае гарный оркестр. О, оркестр. О, оркестр. О, это стиль який такой. А какие такие стили оркестры? И стили так. И жабы поют потом, да? И жабы. О, а це який... О, какой стиль який команди? О, це ж от неразрешима проблема. А вы щас кого пародируете? Тропуньку или Штепселя щас? Скажите мне. А быстро. Штуцера. Я, ты... Я... Я, ты... А мы знаем. Давайте лучше я скажу. Давай, молви, девчина. Первый в бой за победу в пятом раунде бросается команда Джорджио Армяне. Вау! 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 Подожди, подожди, Джорджи Армани. Возьмите текст. Друзья, я немножко расскажу. Расскажу немножко о песне. Песня, помните, такая? Как у геолога карта, оранжевый галстук, нижка я никогда не встречал в Африке. Как у геолога в карте. И, короче говоря, песню все мы знаем, да? Но мы будем петь в стиле Элвиса. Э-э-элвиса, э-э-элвиса. Просто обыкновенный рок-н-ролл, но веселый. Идите, одевайтесь в Элвис. Да, пожалуйста. Там лифт у вас на 25 этаж. В гримерку. Там специально есть кабинет, называется Элвисшная. 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 Вот в Элвисшную заходите. Ну что, будем сейчас что делать, пока они будут переодеваться? Поджимаемся. Михаил решил поболеть за свою команду «Зенит». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зенит. Ля-ля-ля-Зенит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А «Зенит» — это такой замечательный фотоаппарат. Придётся всё сначала. Да, сначала всё придётся. Надо придумать ещё название для этих... Ладно, придумайте название, я пока настрою гитару. Вау! Прекрасно. А потом вы этим микрофоном говорите, да ещё? Ну-ка, скажи что-нибудь. А попробуй гитару в рот взять. Он уже брал. А микрофон держать руками? А ещё при этом у него есть педалька. Если он ещё педальку включит. Элвис Ушвили, готовы вы там? Мы вам готовим зал. Куда, туда, туда А, кстати, Игорь Верник тоже поёт. А, прям сейчас? Да. Вот знает две песни. Жалко, не слышно. Как будем называть команду эту? Как команду эту не назовёшь? Давайте, которая уже уехала домой только что. ЭП. Точно, согласен. Не будем расшифровывать. ИП. ИП. А, ИП это у нас по-русски. А у них ЭП. ЭП. Всё, хорошо. ЭП. ЭП. Слишком плохо, да? Слишком глубоко. Хорошо. А вы ещё больше становитесь похожи на Галкина. Я понял. Максим Ногалкин. Три Элвиса, или как мы это называем, группа ЭП. ЭП. Село оранжевым горизонтов. ЭП. 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 ПЕСНЯ 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 Порепетировать чуть-чуть, ну, Саша, пойдем, 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 Таня, пойдем, они в этом стиле работают, что репетировать, какой смысл, ну, что, ну, понятно, Зачем я сейчас репетирую один? Может быть, вы придумаете название? Оркестр Верника. Под управлением Верника. Под управлением Верника. Под управлением Верника. Подождите, а когда Верником управляет? Может быть, оркестр Наверника? Наверника? Наверника оркестр Наверника. Оркестр на дорогах. Очень хорошо. При чем тут Верник? Отлично. При чем тут Верник? Отлично. Татьяна, мы сейчас, у нас летняя площадка. Татьяна, вы выходите, ну, как обычно. А что я говорю? Дорогие мои хорошие. Нет, оркестр, как название. Оркестр, вот Михаил знает, я забыл уже. Верникян. А, точно. Поехали. Верникян. Хороший. Можно? Да, поехали. Аккуратнее только. Дорогие друзья, сегодня у нас в городе праздник. Дали горячую воду. Нет, отключили. Но это не мешает нам радоваться культурным и духовным ценностям. Сегодня к там, на площадку, я вижу, уже многие танцуют. Приехал оркестр. Пойду тащу название. Оркестр с очень известными артистами из Москвы. Я не знаю, как он называется, но при чем тут Верник? Я рада, что вы любите и знаете этих артистов. Пожалуйста, можно танцевать, как я уже сказала. Можно не танцевать. Пойду потанцую. Как для геолога карта, Как для пилота штурвал, Стильный оранжевый галстук. Мне верным спутником стал. В час, когда я улыбаюсь, Или на сердце беда, Стильный оранжевый галстук Вместе со мною всегда. Пускай я никогда не встречал В Африке рассвет. Ты не видел сахожа, В джунглях час ночной, Но знаю точно я, На земле самый яркий свет. Тихо, 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 тихо! Тихо! Совет, который дарит всем Северный галстук. Северный галстук. Северный галстук. Северный галстук. Северный галстук. Северный галстук. ПОЛЬНЫЙ ГАЛСТУ. Жить без улыбки нельзя. Если в душе ты равандуй, Значит, с тобой без друзья. О, а когда станет грустно, Ты, не сдавая судьбе, Вспомни! Оранжевый белстук на тоненькой шее, Мебель, которую купили в икее. Девушек, которых любили диджей, На мебели, которую купили в икее. Я говорил тебе, не делай этого. Я говорил тебе, не делай этого снова. Я много раз говорил тебе, не делай этого. Но ты купила эту мебель. Зачем? Я не люблю тебя в оранжевом, ты знаешь это. Я не люблю тебя в красном, ты знаешь это. Я не люблю тебя, когда ты одеваешь зеленые. Я вообще не люблю, ты понимаешь это? Оранжевый галстук, я сказал тебе, Оранжевый галстук, но на шею. Зачем ты одел оранжевый галстук? Я просил тебя, девочка, оранжевый галстук, слушай, слушай меня, девочка, 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 слуш ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, уважаемые жюри, пожалуйста, ваши оценки за музыкально-песненный конкурс. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, итоги конкурса. Михаил. Это мои слова. Что ты лезешь? Хорошо, тогда вспомни оранжевый гал. Учитесь, Михаил, работать в стиле хип-хоп. Хип-хоп. А Татьяна? Она будет считать? Да. Так можно уже или нет? Я не понимаю никак. Шот ап, эврибоди, шот ап. Шот ап, эврибоди, шот ап. Заткнитесь быстрее, заткнитесь скорее. Заткнитесь. Шот ап. Сейчас главное не заводиться. Я знаю, с чем это закончится. Меня интересует результат. Никого не интересует результат. Люди заплатили деньги. Люди заплатили деньги. Люди заплатили деньги. Вы же руки все. Вы же руки все. Вы руки все. Кстати, не все заплатили деньги. Кстати, не все, я уверен. Не, не, не все. Не, не, не все. Выключайте. Выключайте. Хватит, хватит. Мама. Кто это, кто это? Шот ап. Миша, обедать. Какой обедать? Ужинать уже пора. Обедать. Обедать надо было до этого. Так, Миша, заткнись. Миша, 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 заткнись. Какой обедать? Миша, Миша, шот ап. Сейчас посмотрим, как ты запоешь после оглашения. Я сейчас возьму и уйду. Таня, Таня, камон. Вам так весело, конечно. Приговор. Кого? Как дура. Кого приговор? Татьяна, давайте не будем звать про Таню. Тише, тише, друзья. Давайте. На чёрном скамье. Татьяна, пожалуйста. Дорогие друзья. Мы тут. Посчитала немножко. Быстро. Получилось не очень. Ничего. Смотри, для кого? Впрочем, как всегда. Обалдеть. Ну да. Неожиданный фактор. Два. Помешал мне сегодня. Увы. Семь придурков здесь пели. Ну конечно. А я не пила. Дорогие друзья. В сегодняшнем бою со счётом 37-38 не победила команда Джорджа-Урмяне. Но зато с неожиданным счётом 38-37 в том же самом бою. В том же самом ответственном бою победила команда Громкие, Верные, Плотные. Хотя на самом деле на вашем месте я бы проверила, как я посчитала. Да всё правильно. Итак, в итоге команда Громкие, Верные, Плотные, хотя и победила со счётом 38-37, это ничего не значит. Да, она выходит в следующий этап, но напоминаю вам, что именно вы в своём голосовании на сайте www.sts-tv.ru в разделе «Хорошие шутки» будете голосовать за те команды, которые бы вы хотели видеть в финалах сезона «Хороших шуток». Спасибо вам. На этом бой между командами Джорджа-Урмяне и Толстые, Верные, Плотные объявляется закрытым. Я хочу ещё раз поблагодарить всех участников сегодняшней битвы. Татьяна Плотникова. И Игорь Уверник. Наталья Громушкина. Ираклий Берцхалова. Татьяна Геворгя. Вахтат Каланданце. Группа «Джонгой пролюс». А у нас музыкальный балашник, чек оркестр Александр Пушной. Мы ещё раз хотим сказать спасибо вам, уважаемые зрители, и московскому мизикову на Голанчёвке. Спасибо вам. До новых встреч на программе «Хорошие шутки». Ведущий программы Татьяна Лазарева. И Михаил Шар. Смотрите нас и также на канале СССР. Добавил субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok